Кыргызская республика С каждым годом сокращался бюджет здравоохранения, снижались показатели здоровья населения, доступность и качество предоставляемых медицинских услуг. В течение 20 лет Агентство США по международному развитию USAID работает в тесном сотрудничестве с правительством Кыргызской республики и другими донорскими организациями по укреплению системы здравоохранения, улучшению качества медицинского обслуживания и здоровья людей. Один из проектов USAID – качественное здравоохранение, завершающий свою работу в Кыргызстане спустя пятилетия, был нацелен на улучшение здоровья населения и укрепление потенциала системы здравоохранения, особенно в области туберкулеза и ВИЧ, материнского и детского здоровья, планирования семьи, неинфекционных заболеваний, а также на повышение роли гражданского общества для наилучшего реагирования на потребности в охране здоровья. В решении вопросов охраны здоровья граждан Кыргызской республики одним из труднопреодолимых препятствий по-прежнему остается инфекционное, социально значимое и экономически зависимое заболевание – туберкулез. Ежегодно в стране регистрируется примерно 6000 новых случаев болезни, сохраняется тенденция к росту числа случаев лекарственно устойчивого туберкулеза. В рамках национальной программы «Туберкулез-4», рассчитанной на 2013-2016 годы, проект «Качественное здравоохранение» помогал стране преодолеть туберкулез и добиваться результатов. Его деятельность была нацелена на оптимизацию лабораторной сети противотуберкулезной службы с учетом новых технологий диагностики, на сокращение противотуберкулезных коек, на создание электронной базы по компонентам лаборатория и лекарственный менеджмент, на мониторинг и оценку противотуберкулезной программы, на внедрение новых отчетно-учетных форм по туберкулезу согласно новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, на разработку клинических протоколов и руководств по ТБ ВИЧ, на мероприятия по адвокации, коммуникации и социальной мобилизации. При поддержке проекта USAID «Качественное здравоохранение» было разработано и утверждено 5 клинических протоколов по туберкулезу, 2 клинических руководства по ТБ ВИЧ и палеотивной помощи туберкулезным больным. Ассоциация групп семейных врачей и медсестер сыграла ключевую роль в улучшении качества услуг по туберкулезу на уровне первичной медико-санитарной помощи через внедрение механизма непрерывного улучшения качества в рамках проекта. Специалисты Ассоциации групп семейных врачей и медсестер совместно с районными фтизиаторами и руководителями центров семейной медицины периодически посещали все учреждения первички в районах для сбора данных по 12 показателям качества и тут же на рабочем месте предоставляли обратную связь и необходимое обучение. Этот подход позволил ввести инфекционный контроль почти половине всех организаций первичной медико-санитарной помощи в Кыргызстане, причем это было сделано впервые на постсоветском пространстве. Благодаря работе проделанной Ассоциации групп семейных врачей и медсестер работники первички направляют большее число пациентов на диагностику туберкулеза, улучшили навыки по сбору мокроты для микроскопии и более тщательно следуют национальному диагностическому алгоритму. Так как 10-20% всех пациентов с диагнозом туберкулез диагностируются в больницах общего профиля, Ассоциация больниц начала использовать аналогичный подход к улучшению качества с мониторинговыми визитами и обучением на местах. Все больницы в Иссыкульской, Чуйской и Джалабадской областях были вовлечены в процесс улучшения качества и сейчас в них принимаются меры, чтобы изолировать потенциально инфекционных пациентов с кашлем и уменьшить время, необходимое для диагностики туберкулеза. С 2014 года Кыргызстан перешел на этап расширения амбулаторной модели лечения пациентов с туберкулезом, которая первоначально была внедрена в рамках проекта в Чуйской области и при поддержке партнеров в городе Пешкек и Карасуйском районе Ожской области. В настоящее время более 15% всех случаев туберкулеза по стране проходят лечение полностью на амбулаторном уровне. Амбулаторное лечение туберкулеза в три раза дешевле стационарного, не нарушает образ жизни больного, снижает боязнь и риски внутрибольничного заражения, улучшает приверженность к лечению через создающиеся в стране группы поддержки больных туберкулезом. Первые группы поддержки больных туберкулезом при поддержке проекта USAID «Качественное здравоохранение» в Кыргызстане были созданы в 2012 году в Иссокотинском районе Чуйской области. За два с половиной года было создано 19 таких групп. Их посетило более тысячи человек, из которых более половины успешно завершили лечение. На собственных примерах и историях, начиная от постановки диагноза и заканчивая излечением, разговор с пациентами получается более убедительным и полезным. Это придает больным уверенность, что туберкулез можно победить и снова вернуться в обычную жизнь. При поддержке проекта «Качественное здравоохранение» в Кыргызстане была продолжена деятельность сельских комитетов здоровья, охвативших своими информационно-образовательными компаниями по туберкулезу практически всех жителей сел в регионе, начида работа по внедрению Института общественных помощников в лечении пациентов с туберкулезом на амбулаторном уровне. Закрепление общественных помощников за больными туберкулезом, по мнению фтизиаторов, продиктовано необходимостью помочь пациенту соблюдать терапевтический режим в прохождении ТБ-терапии, преодолевать возможную стигму и дискриминацию со стороны окружающих. Данная работа проводилась в рамках внедрения национальной стратегии по адвокации, коммуникации и социальной мобилизации. Лабораторная деятельность проекта «Качественное здравоохранение» была начата в сентябре 2012 года на базе Иссыкатинского центра семейной медицины. Впервые в Кыргызстане стали использовать новые технологии в распознавании туберкулеза. В пилотном районе был установлен современный аппарат «Дженэксперт», позволяющий проводить точную диагностику всех форм заболевания. Программа внешнего обеспечения качества ВОК – это всемирно признанный инструмент, который позволяет лабораториям регулярно оценивать свою работу и улучшить точность их результатов. До 2013 года улучшенные методы ВОК не были широко использованы в Кыргызской республике. С 2013 года при поддержке проекта USAID «Качественное здравоохранение» охват системы ВОК по всей стране вырос с 35 до 93%. Проект обучил сотрудников 120 из существующих 129 лабораторий страны и организовал выезды на места для институционализации расширения программ ВОК. В настоящее время лаборанты могут оценить качество микроскопии, систематически выполнять все процедуры, а также предоставлять точные результаты для врачей. Данная работа проводилась в рамках основных направлений деятельностей Мездрава Кыргызской республики по реформированию лабораторной службы и усилению инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях. Проект был одобрен Мездравом в 2013 году и включен в страновой план на 2013-2016 годы по предупреждению распространения мультирезистентного лекарственно устойчивого туберкулеза и осуществляется совместно и под руководством специалистов Национальной референс-лаборатории. Проект USAID «Качественное здравоохранение» разработал и обучил персонал организации здравоохранения республики стандартным операционным процедурам по вопросам управления противотуберкулезными препаратами для того, чтобы обеспечить стандартизированный подход к выбору, закупке, количественной оценке, хранению, распределению и рациональному использованию противотуберкулезных препаратов. Проект также оказал поддержку Национальной противотуберкулезной программе в регистрации нового поколения ТБ препаратов и обеспечении поставки качественных детских противотуберкулезных препаратов. В 2000 году Кыргызстан взял на себя обязательство работать в направлении улучшения здоровья матери и ребенка в рамках своей приверженности к целям развития тысячелетия. К 2015 году правительство обязалось снизить смертность детей в возрасте до пяти лет на две трети и сократить коэффициент материнской смертности на три четверти. Были скоординированы усилия Министерства здравоохранения и его многочисленных партнеров по развитию. Проект USAID «Качественное здравоохранение» поддержал программы по охране здоровья матери и ребенка в городе Бишкек, а также в Нарынской и Джалабадской областях. И как результат, в последние несколько лет в республике продолжает снижаться перинатальная смертность, достигнут стопроцентный охват роддомов и родильных отделений страны программой Всемирной организации здравоохранения «Эффективные перинатальные услуги». Благодаря улучшению навыков ведения родов и использования активного ведения третьего периода родов в Джалабадской области на 37% снизилась частота назначений переливания крови и ненужных медикаментов, улучшилось качество консультирования женщин до родовом и послеродовом периоде. При поддержке проекта «Качественное здравоохранение» было организовано обучение медицинских работников стационарного уровня по интегрированному ведению болезней детского возраста. Во всех шести пилотных стационарах улучшились показатели качества ведения детей с острыми кишечными инфекциями и острыми респираторными заболеваниями, анемией и другими неотложными состояниями. В Нарынской области снизилась смертность по пневмонии и диареи на 10 и 25% соответственно. За время деятельности проекта «Качественное здравоохранение» был разработан учебный курс, основанный на компетентности оказания неотложной акушерской помощи женщинам с такими осложнениями, как послеродовое кровотечение и тяжелая преклампсия. Обучено 18 национальных и областных тренеров, которые, в свою очередь, провели каскадный тренинг акушер-гинекологов и акушерок Жалобадской области. Специалисты проекта «Качественное здравоохранение» принимали активное участие в обновлении клинического протокола подородовой помощи, которым обеспечили врачей первичного звена, провели внешнюю экспертизу ряда клинических протоколов в акушерстве и гинекологии, а также оценку внедрения новых клинических стандартов по эффективному перинатальному уходу, неотложной акушерской помощи и планированию семьи в учебные программы Кыргызской государственной медицинской академии и медицинских колледжей. Поддержали рабочую группу по обновлению учебных программ, которые по решению методического совета Бишкекского медицинского колледжа были внедрены в программы всех 14 медицинских колледжей республики. С целью внедрения этих программ обучили 58 преподавателей медицинских колледжей. В течение пяти лет основные усилия проекта USAID «Качественное здравоохранение» по компоненту ВИЧ были направлены на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг целевым группам населения, подверженным заражению ВИЧ-инфекцией и укреплению взаимодействия между неправительственным сектором и государственными организациями здравоохранения. С целью реализации государственной программы по стабилизации ВИЧ-инфекции и обеспечению доступа к качественным услугам, проект внес значительный вклад в формирование благоприятной среды на национальном уровне, тесно взаимодействуя с Министерством здравоохранения, Центрами СПИД и Республиканским Центром наркологии и дерматовенерологии. Проект оказал техническую помощь в разработке национального плана по приверженности людей, живущих с ВИЧ к антиретровирусной терапии, в проведении оценки программ снижения вреда. Все рекомендации интегрированы в национальную программу здравоохранения «Денсолук». При содействии проекта в 2012 году внедрено экспресс-тестирование на ВИЧ на базе неправительственных организаций. С целью оказания интегрированной помощи уязвимым к ВИЧ-инфекции группам населения, проект оказал техническую помощь в адаптации лучших международных практик и инициировал разработку комплексных пакетов услуг для потребителей инъекционных наркотиков, работников секса и МСМ. В 2014 году Министерством здравоохранения были утверждены необходимые документы. Для обеспечения доступа целевых групп к услугам на местном уровне проект работал на четырех сайтах Центров семейной медицины номер 6 и номер 16 города Бишкек, Карасуйского центра семейной медицины Ожской области и Сыкульского областного ЦСМ, группы семейных врачей номер 1 города Джалалабад. В этих регионах на постоянной основе работают рабочие группы по улучшению качества медицинских услуг. Результатом их деятельности стало улучшение взаимодействия между медицинскими работниками и неправительственными организациями. Было налажено тесное сотрудничество с органами местного самоуправления. Уделяя особое внимание проблемам туберкулеза у целевых групп и поддерживая инициативу Ожских коллег, проект способствовал разработке и внедрению во всех регионах страны алгоритма перенаправления пациентов, уязвимых к ВИЧ-инфекции, на диагностику и лечение туберкулеза для врачей пациентов. С целью вовлечения пациентов в процессе лечения ВИЧ-инфекции и наркозависимости при содействии проекта созданы и работают советы представителей сообществ людей, живущих с ВИЧ и клиентов опиоидной заместительной терапии на базе Бишкекского городского центра борьбы со СПИДом и Общественного фонда «Крик журавля», а также на базе Общественного фонда «Альтернативам наркологии». Советы представителей сообществ регулярно обсуждают конкретные проблемы оказания медицинских услуг, вырабатывают рекомендации и решают вопросы с руководством медицинских организаций. За прошедшие годы совместно с Республиканским медико-информационным центром и Фондом обязательного медицинского страхования была завершена работа по доработке и инсталляции в организациях первичного уровня программного обеспечения по базе данных приписанного населения. В настоящее время завершается актуализация информации по населению всей страны. Поддерживая инициативу национальных центров и республиканских организаций, проект содействовал разработке ряда клинических руководств и протоколов по вопросам опиоидной заместительной терапии, инфекции, передающейся половым путем и гепатитом. Данные и документы были одобрены, опубликованы и распределены по организациям здравоохранения. Способствуя повышению потенциала медицинских работников, проведены обучающие семинары по внедрению вышеуказанных клинических руководств и протоколов на национальном уровне. При тесном сотрудничестве с Кыргызским государственным медицинским институтом подготовки и переподготовки кадров за годы реализации проекта проведено обучение по вопросам ВИЧ-инфекции, консультирование и тестирование пациентов, внедрение программ снижения вреда, инфекций, передающихся половым путем, гепатитов В и С, а также управление программами профилактики среди потребителей инъекционных наркотиков, работников секса и МСМ. Подобные семинары были проведены и для представителей неправительственных организаций. Свои знания в области профилактики ВИЧ-инфекции и наркопотребления улучшили около тысячи медицинских работников и более 300 представителей неправительственных организаций. Особо следует подчеркнуть вклад проекта в организационное развитие шести НПО, таких как Антиспид, Катик, Гармония Плюс, Альтернатива в наркологии, Крик Журавля и Плюс Центр. Они разработали стратегические планы развития. Регулярный мониторинг трехлетних планов мероприятий позволяет им регулярно улучшать качество предоставляемых услуг клиентам и способствует устойчивому развитию самих организаций. В декабре 2014 года в Бишкеке представители Министерства здравоохранения Кыргызской Республики обсуждали результаты координируемой проектом USAID «Качественное здравоохранение» инициативы по содействию рациональному использованию антибиотиков. Были отмечены значительные улучшения в практике назначения антибактериальных препаратов при наиболее распространенных заболеваниях. В 2012 году проект «Качественное здравоохранение» провел исследование в трех пилотных регионах, направленное на изучение факторов, обуславливающих чрезмерное применение и необоснованное назначение антибактериальных препаратов с целью содействия более адекватному применению антибиотиков, которые показали, что 89% пациентов с диагнозом острый бронхит и 31% пациентов с обычной простудой получили необоснованно назначенную антибактериальную терапию. После проведенного Кыргызским государственным медицинским институтом подготовки и переподготовки кадров обучения медицинских работников с использованием учебной программы, разработанной при поддержке проекта «Качественное здравоохранение», необоснованные назначения антибактериальных препаратов как на первичном, так и на госпитальном уровнях резко снизились. Проект «Качественное здравоохранение» также оказал поддержку в разработке 10 научно обоснованных клинических протоколов по распространенным респираторным и урологическим заболеваниям. Эти протоколы помогут работникам системы здравоохранения Кыргызстана в правильной постановке диагноза и назначении эффективного лечения, избегая необоснованного применения антибиотиков. За годы деятельности проекта было проведено более 500 обучающих тренингов, на которых смогли повысить свои профессиональные навыки и получить знания около 11 тысяч медицинских специалистов, сотрудников неправительственных организаций и представителей средств массовой информации страны. Выздоравливают пациенты, подрастают родившиеся дети. Не остановить бег времени. Возмужав и повзрослев, команда проекта USAID «Качественное здравоохранение» прощается с многочисленными национальными партнерами, с которыми прошагали рука об руку километры знаменательного пути, оставляя после себя яркий след славных и добрых дел, на которых обозначен стандарт качества. Имея прочный фундамент знаний и навыков, как добиться и сохранить этот стандарт, теперь они самостоятельно продолжат движение вперед. И этот процесс изменения системы здравоохранения к лучшему уже не остановить. Пусть будет светлой и радостной дорога. Мира и процветания тебе, Кыргызстан! Здоровья вам, люди! Субтитры создавал DimaTorzok